Укрепление политической и экономической независимости страны. Это означает, как можно скорее отказаться или аннулировать закон о заботной торговле с ЕС и с Турцией. Следующий пункт. Запрет финансирования НПО, неправительственных организаций, прессы и сект из-за рубежа. Сегодня очень ярко наши коллеги из Москвы, да и наши молдавские коллеги говорили о том, что мы находимся под интеллектуальной, мировоззренческой, духовной оккупацией Запада. И без демонтажа этой сетевой системы интеллектуальной доминации в нашем обществе у нас ничего не получится ни в политике, ни в экономике, ни в государственном сообществе. Ничего не получится. А это революционный прорыв. А для того, чтобы такая крокотная страна, как Республика Молдова, смогла стать проектным пилотом в постсоветском и мировоззренском пространстве, нам нужна геополитическая помощь Российской Федерации. Как вы, может сказать нашим западным заокеанским друзьям, Ассадский Молдаван быстро не проиграет со своей песочностью, да, там нет смертной казни, там нет политического террора, дайте им возможность выстроить свою внутриполитическую систему, экономическое устройство, хозяйственное устройство и внешние связи. Вот именно поэтому стратегическая подмеска с Россией является фундаментальным. И поэтому перед угрозой десурализации наших стран нам нужна новая геополитическая архитектура и не только на постсоветском пространстве.